Добрый день! Сегодня 26 ноября 2019 года. В этом видео мы вам покажем нашу поездку, прогулку по северной части города. Эта поездка состоялась некоторое время назад, но теперь мы можем это все вам показать на нашем канале. Итак, мы с вами проедем, посмотрим, как живут люди. Начнем мы с Элизабетси Центр, потом будет Эдинбур Норс, Монопара Вест, Даунс, просто Монопара. Дальше вниз мы спустимся по сути к центру этого кольца Смитфилд, Блэквью. Едем вниз Креймор и закончим в Элизабет Гист. Так как это просто показательная поездка, тут комментировать особо нечего, просто посмотрите на дома, на улицы, на людей, на машины и я по ходу дела озвучу некоторые свои мысли, которые не требуют записи отдельных видеороликов. Прожая какое-то время в Адалаиде, я множество раз, не только я, наша семья множество раз сталкивалась с тем, что нужно очень хорошо понимать, что такое сроки, что такое быстро, медленно и так далее. То есть, учитывать определенную поправку. Конечно же, это мое сугубо личное мнение, то есть, ее можно спорить, такое дело. Но тем, кто сюда собирается приехать, сразу стоит настроиться на, ну я считаю, на следующее, что если вам говорят, что что-то можно сделать сразу, то есть я сразу скажу, что я вывел своего рода градацию такую, и так сразу, то это пара дней. Это не на завтра, это не на вечер, мне кажется, что забудьте. Здесь быстро приезжает только скорая пожарная полиция, все остальное сразу это в течение пары. Быстро это неделя. Если вам обещают, например, машину отремонтировать быстро, то рассчитывайте, что вам нужно будет как-то без нее обходиться в течение рабочей недели. То есть, скорее всего, быстро это и означает до конца недели. Соответственно, если вы обратились к кому-то зачем-то в понедельник-вторник, ну тут быстро на всю неделю будет. Нормальные сроки, будь то доставка, чего-либо, ремонт чего-либо, то есть то, что не горячий, не emergency, не то, что связано с какими-то там срочными делами, то это 2-3 недели. Например, вам нужно будет садовник, или, я не знаю, там, допустим, куда-то хотите записаться на прием кому-нибудь. 2-3 недели это нормальный рабочий срок. Так, если вам не обещают быстро, то это в течение месяца. Это нормальный срок для долговременных каких-то вещей, такие как, ну, допустим, там, ну, даже, честно говоря, так сходу и не приходит ничего на ум, так как здесь, в основном, все в пределах нормального срока делается. Ну, то есть быстро в течение недели, или нормально 2-3 недели. Ну, есть еще такое понятие, когда не быстро или долго. Это 2 месяца и больше. Например, мне нужно было записаться на прием, там, кое-какие тесты сдать медицинские. Меня сразу предупредили. Они отреагируют нормально, достаточно быстро, но запишут на прием, на тот срок, который посчитают нужным, это уже будет не скоро. По факту получилось, что в течение примерно недели на мой запрос ответила эта организация, прислали письмо с приглашением, то есть они где-то неделю назад прислали письмо, у меня приглашение на встречу на 21 января. Ну, это еще как бы неплохо. Если предполагается, что какая-то организация работает медленно, то 2,5 месяца – это еще неплохой срок. Так что, когда вы что-то планируете, особенно планируете несколько попыток, возможно, чего-то там, у меня будет отдельное видео, как подключали наш новый дом к интернету. Каждая попытка вызова кабельщика – это была неделя. То есть не получилось по какой-то причине. Щелк – следующая неделя. То есть следующий приезд будет через неделю. Опять не получилось, следующий приезд – это еще через неделю. Ну, как бы здесь это по сути норма. Молорис и так далее, тому подобное, но, честно говоря, раздражает. Изрядно раздражает. Но таковы здесь, скажем так, темпы жизни. Вот это то, что касается сроков. По ходу просмотра видео, обратите внимание, как мало здесь пешеходов на улице. Можно проехать несколько километров и не увидеть ни одного живого человека. Ну, может быть, велосипедиста разве что. Или человек едет еще на, скажем так, мотокресле. Но так, чтобы люди ходили по тротуарам, то это, скорее, довольно-таки редкое зрелище. И чаще все это будет либо возле какой-то школы, либо супермаркета. Вы знаете, с приездом в Австралию я столкнулся с таким феноменом, как мошенничество. Вот в Украине, например, такого не было. Ну, не в смысле, что здесь все плохо, там все хорошо. Возможно, тут как бы разные технические условия, финансовые и так далее, и тому подобное. Но если, например, ну, переедуя сюда, мошенники работали по принципу простого обмана. То есть, когда человек, в принципе, знает или не знает, что обманут, но он просто может не вестись на все это дело. Если он будет просто очень осторожен, его уже тоже будет сложно обмануть. Здесь я столкнулся с таким типом мошенничества, когда я могу даже не участвовать в процессе, собственно говоря. Например, мне никогда не заваливало почтоваящики таким количеством спама. Причем спама не просто массовая рассылка, знаете, это холодная рассылка, когда мой ящик где-то откопали, узнали и все отправляют. Нет, спамеры знают не только мой почтовый ящик. Они знают, как меня зовут. Они знают мой возраст, пол. Они знают, например, вот есть такие спамеры, которые, ну, спам или мошенничество, не знаю, они пишут письма о том, что, например, у меня просрочен платеж с таким-то аккаунтом в таком-то сервисе. То есть, они могут даже показать сумму, какая у меня задолженность. Ну, как говорится, я в шоте. Короче, люди получают информацию, которую, в принципе, ну, ее нельзя получить просто в свободном доступе. Могу предположить, что здесь она массово сливается. В частности, как вот я сейчас уже упомянул, я подписан на Netflix. То есть, это аккаунт, который нигде мне не фигурирует. Я имею сейчас нормальные пароли. В этом аккаунте известная информация, например, на какой я подписке нахожусь. Это все знают мошенники. Как они эту информацию получили, ну, я не знаю. Я могу предположить только утечку через какие-то службы, через не знаю что. Ну, короче, будьте очень внимательны. Ну, я понимаю, что информацию вы, может быть, даже и не сохраните. Будьте очень внимательны, когда вам приходят письма. Смотрите, от кого это письмо. Не то, что написано в заголовке письма, а именно в технической части. То есть, если идет ссылка куда-то там, проверить свой аккаунт, verify, reset password, все что угодно. Убедитесь, что это письмо пришло так и именно от этой службы. Потому что в письме, в заголовке, что это письмо от PayPal и нужно подтвердить свой аккаунт, можно написать все что угодно. В Outlook есть просто поле, куда вписываете, типа, от кого. И оно будет везде клепать, что это от президента лично письмо. Но есть технические поля, именно адрес отправителя. Вот по нему нужно смотреть, откуда это письмо пришло. Следующий момент. Тоже насчет мошенничества. В Австралии широко используется такая вещь, как дарим дебит. То есть, вы, если подписано на что-то, подписка, ну, термин подписка. То есть, это может быть служба RA, например. Это может быть страховка автомобиля дома, все что угодно. Это может быть подписка на такие сервисы, как тот же Netflix, там Disney+. То есть, телевидение, все что угодно. Есть два варианта. Ну, основных вариантов. Вы заходите и оплачиваете ежемесячно со своего банка. Ну, через клиент банка. Второй вариант. Вы даете оператору данные своей карточки. И он регулярно сам снимает. Очень многие австралийцы пользуются этой фишкой. Это Direct Debit. То есть, вы даете номер карточки. Дата ее окончания. Волшебный код с задней стороны. У оператора все эти данные есть. И он сам, допустим, определенным числом, или там определенные дни недели плюс числа, ну, неважно. Сам снимает с вас эту сумму. То есть, это гарантирует то, что если у вас на счету есть какой-то минимум денег, служба будет оплачена. Это гарантирует то, что вы не окажетесь вне обслуживания, потому что заплатили, не заплатили, забыли заплатить. Но есть и минус. Есть фирмы, которые предоставляют услуги для предпринимателей, которые не могут сами, не могут себе позволить, например, организовать такую службу или не хотят связываться с банком. Ну, скажем так, технически им сложно это организовать, это стоит денег. За определенную комиссию эти службы предлагают услуги вот такого дара дебита. То есть, предприниматель дает этой службе данные карточки. И ему на счет эта служба снимает с указанной карточки к указанную сумму. Предполагается, все честные, все праведные. И если у предпринимателя есть эта карточка, да, на этой карточке, то значит он получил легальный, у него есть бланк, заявка, есть стандартные заявки, такой дар дебит. С чем я лично столкнулся? Кирилл ходил некоторое время в зал, ну, в смысле, спортивный зал. Там была оплата по дарек дебиту. Потом, когда он перестал туда ходить, ну, это уже давненько было, но все равно сам факт, сам факт остался. У меня была снята небольшая сумма, там, порядка 6 долларов за счетом. Ну, когда дарек дебит, тем более, если много служб, можно это не обратить внимания. Но на следующий день с теми же реквизитами, реквизитами в плане есть просто организация. То есть, кому дальше эти деньги идут, я не вижу. Просто организация, которая оказывает услуги, она, по сути, как провайдер, предусловленный дебит, снимает 20 с лишним долларов. Ну, у меня возник вопрос, за что и куда эти деньги пошли. Ну, короче, в двух словах. Технически, если у меня есть данные вашей карточки, я всегда могу организовать процесс съема денег. То есть, если, причем так предполагается, как бы априори, что если я снимаю деньги, значит, я имею право на то, что я их снимаю, и у меня есть планка. Я ходил в банк разбираться, почему снимаются деньги. При мне звонили в Мельбурн, ну, по их, как бы, ну, от их лица, от банковского, Квануэлсбанк. Спрашивали, что за деньги, что организация. Можете себе представить, что оказалось, что это типа Кирилл снимает деньги. Получается, что кто-то может представиться Кириллом, показать эти данные и снимать деньги через дарик дебит. Единственное было решение, это заблокировать карточку. Ну, понятно, что это не Кирилл делал. Просто те люди, которые взяли реквизиты этой карточки, судя по тому, что с этими реквизитами были данные Кирилла увязаны, я могу предположить, что есть только один источник, где была эта связана карточка, конкретно этот номер карточки с Кириллом. Это вот тот спортзал. То есть, в спортзале либо кто-то сам скопировал эти данные, либо кто-то украл. Может быть, просто бланк заполнил, не знаю, отсканировал, сфотографировал или еще что-то. Ну, короче, утечка данных получилась. Если бы этот дарик дебит шел не через карточку, а прямо на счет, то есть, можно указать реквизиты своего счета, то можно было бы блокировать платежи, в принципе, которые идут на данную организацию. Просто тупо банк. И тогда будут игнорироваться все, какие будут эти организации, будут пытаться делать платежи. Но по карточке такая система не могла сработать, и нужно было блокировать всю карточку. Ну, немножко неприятно, потому что еще куча других вещей была завязана на этот номер. Кстати, карточка, счет и так далее. В той же Украине, например, у меня есть приатовская карточка, в смысле, выпущенная там. И если я хочу кому-то дать реквизиты на пополнение счета, чтобы деньги переслали, то я могу дать только номер карточки. Это именно будет как операция пополнения карточки. Ну, не важно где или не важно как, но я привязан к карточке. Здесь карточка это, по сути, как транзит. То есть, на самом деле, я могу указать карточку кому-то, то ли для снятия денег, то ли на пополнение. Я могу указать нормальный расчетный счет, к которому эта карточка привязана. То есть, по количеству данных расчетный счет даже удобнее, потому что он содержит, чтобы не соврать, 8 цифр, а карточка содержит кучу цифр. Ну, так проще запомнить. То есть, достаточно знать номер счета и BSB, то есть, это как МФО. Ну, это то, что касается финансовых манипуляций, махинаций. В общем, приезжайте в Австралию, по возможности лучше не пользоваться дарект дебитом, разве что вы доверяете полностью этой организации. И вообще, очень внимательно смотрите и за письмами, какие приходят вам, я имею в виду электронными, которые предлагают какие-либо операции, связанные с деньгами. И вообще, следите за карточками, за всеми своими счетами. Потому что, как я понимаю, здесь возможности у мошенников намного шире, благодаря именно техническим возможностям, чем, например, в Украине. Вот, кстати, таких улиц в Адалаиде достаточно много. Я вам сразу скажу, что она сейчас закончится тупиком, на котором можно будет очень легко развернуться. Но все равно факт есть факт. И надо складывать впечатление, что здесь сначала строятся дома, хотя бы так было раньше, потом это все каким-то образом легализовывалось, превращалось в название улиц, в какой-то план. В общем, не зная местности, очень даже просто заблудиться в этих непроездных улицах, в куче улиц, которые могут быть просто закольцованы. Так что карты очень даже здорово выручают. Когда мы только приехали, мне пришлось уже практически на второй день садиться за руль здесь. Ну, левостороннее движение, с другой стороны руль, органы управления, включать поворотники с помощью дворников, это было обычное дело. Но я хотел сказать, что первое, что меня поразило, это культурная дорога. И я бы сказал, что в принципе да, так оно и есть. Это совершенно не сравнение с тем, с чем я сталкивался до сих пор. Вежливость у водителей, придерживание правил, соблюдение правил, все это классно, все это супер. Но вот мы здесь прожили два года. Тут, знаете, совершенно неожиданно может прийти тот самый внезапный товарищ северный. Вот. Как это ни странно, здесь есть достаточно много товарищей за рулем, которые довольно-таки сильно могут испортить впечатление от езды по Астралии, по Адалаиде. Ну, во-первых, далеко не все здесь соблюдают скоростной режим. Сначала мне показалось, что тут прямо так и все идеально почти держится. Если знак 60, все едут в 60, если 50, все 50. Да, если 50, если тут рядом школа, конечно, все притормажут. Даже более того, соблюдают в основном не только скоростной режим, включение там поворотников, все это такое, например, zip-мерджин, выход из кольца. Но, в то же самое время, если есть участок, где все знают, что там никто в кустах, а полиция здесь может скрываться в кустах, если никто не стоит. Если этот участок не просматривается камерами, то ехать 70, там, где знак 60, это достаточно обыденное явление. Я бы даже сказал, несмотря на то, что здесь, ну, по закону нету такого зазора, например, если знак 60, то плюс там 19 км в час, это еще не карается. Нет, здесь такого нет, но, тем не менее, судя по всему, есть такая фишка, что там, где знак 60, наверное, половина ездит со скоростью 55, вторая ездит со скоростью 65. То есть, есть какой-то зазор, на который камеры не срабатывают. Ну, я так могу предположить. Может, я не прав. Но, во всяком случае, когда явно камера висит, все едут с явным занижением скорости. Когда камер нет, ну, то есть, можно попасть на полицию, то обычно едут с небольшим зазором сверху. Ну, многие, конечно, едут и не пересекают, к черту. Тут, кстати, ну, мне кажется, что определенные люди определенного происхождения, в смысле, национальности, они склонны скорее, ну, не то чтобы не рисковать, они с определенным зазором даже по безопасности ездят. То есть, вот это тот самый случай, когда будут ехать 55, там, где знак 60. Например, здесь совершенно не подходят фразы «ездить как таксист». Здесь сказать, что человек ездит как таксист, это будет комплимент. Таксисты – это идеальное вождение. Ну, во всяком случае, то, что я вижу. По нему можно скорость сверять. Идеальное соблюдение всех правил. То есть, возможно, это связано с тем, что идет там чуть ли не тотальный контроль. Я не знаю, чем они оборудованы, но судя по количеству всяких панелей у них на приборной доске, я имею в виду телефоны, планшеты и так далее, там явно не одна карта, то есть там куча всего есть. Полностью все соблюдается. То же самое время. Вот особенно с переездом в более северные районы. Я понял, что нужно очень внимательно смотреть на движение окружающих машин, потому что есть категория товарищей, которые у меня совсем не товарищи, которые, я не знаю, там, с гор Северной Африки спустились или еще что-то такое. Но люди реально не знают, как ездить. Учитывая стоимость автомобилей, то есть, если здесь можно за 400-500 долларов купить машину, если здесь совершенно спокойно можно потерять права и снова их заработать, то есть много людей ездят в возрасте с L-plate наклеенной, вот эти магнитные наклейки. Этого человека забрали права. Я лично знаю человека, которого три раза забирали права. И это его не останавливает. И он не собирается останавливаться. Он ездит на красный свет, он ездит с превышением скорости. То есть, здесь можно кого угодно встретить, и нужно быть очень внимательным. Тем более, есть некоторые, допустим, довольно-таки распространенные стереотипы по вождению. Такое, как, ну, например, Zip Merge, то почему-то многие считают, что нужно перестраиваться именно через одного. То есть, слева, справа, слева, справа, допустим, две полосы в одну сходятся. И если вдруг идет разрыв, буквально недавно, ну, скажем, в течение этого короткого промежутка времени, там, в две недели, у меня был два раза случай, когда пара джигитов меня обгоняли, то есть, делали там серьезный рывок по скорости, меня обгоняли, лишь бы вклиниться вот так вот через один. То есть, они считали, что они правы. То есть, подрезали меня практически. Ну, а на самом деле, по правилам, кого капот впереди, грубо говоря, тот и впереди должен быть. Вот. Насчет губликов этих, фраундабров, то та же самая картина. Далеко не все, оказывается, знают, кого нужно пропускать, как нужно пропускать, что нужно тех, кто справа, а не то, что там еще где-то в каких-то сторонах. Ну, короче, кто-то, кто ездит по Австралии, по Адалейде, должен помнить, машины здесь дешевые, страховки дорогие, ну, относительно. И поэтому достаточно много людей ездят без страховок, ездят на достаточно убитом транспорте, потому что он дешевый, потому что можно при большом желании за неделю на машину заработать вполне. И эти могут себе позволить достаточно большие риски при вождении, ну, вообще, скажем так, как они себя ведут на дороге. Нам осталось ездить еще около 10 минут. И напоследок я бы хотел обсудить, оговорить такую тему, которая очень важна тем, кто собирается ехать в Австралию, это цены. Я не буду сейчас говорить именно о ценах, что-то обсуждать, а скорее это информативный характер. То, что мне здесь не очень нравится, вот с такого негатива начну, это то, что большая часть онлайн-сервисов, которые предлагают что-либо, ну, скажем так, магазины какие-нибудь, мастерские, да все что угодно, все что предлагает какой-то товар, который можно купить онлайн. Даже не онлайн, если это просто оффлайн, ну, в смысле, ехать туда забирать, все равно. В большинстве своих случаев вы, скорее всего, цены не увидите. То есть, здесь принцип такой, что интересно, звоните, вам скажут, возможно. Или пригласятся к себе в гости. Ну, в общем, если вы хотите узнать на что-то цены, то вам нужно либо прийти к ним лично, либо позвонить и спросить, сколько стоит вот эта вот штука. Даже если это не какая-то мастерская, там, или магазин, у которых сто пятьсот наименований товара, и, может быть, надо просто лень нанять какого-то паренька, который бы вбил все это в какую-то базу. Не важно. Даже если у них всего будет там номенклатура в десять штук, все равно код, код, еще раз код. Не важно, услуга, товар, все что угодно. Ну, возможно, здесь такие традиции. Вот. Но все равно, для определения цен, если вы собрались сюда ехать, для того, чтобы понимать, что сколько стоит, масштабы и такое прочее, все равно цены можно найти. Это в больших сетевых магазинах. Я сейчас даже вам назову некоторые из них. То есть, конечно же, это не реклама. Но довольно часто возникают ситуации, когда кто-то спрашивает, а сколько это у вас стоит, а сколько стоит вот это вот. И чтобы просто понимать, что можно было сравнить те цены, которые у вас дома и которые здесь находятся, ну, можно пересчитать по курсу, в конце концов, то использование онлайн-сервисов крупных сетевых магазинов, неважно, продукты это или запчасти, поможет вам оценить масштабы цен в принципе. Тем более все эти цены здесь актуальны. По сути, все эти сетевые магазины, неважно, это Woolworths или Bunnings, цены, которые вы видите на сайте, они актуальны, и они покрывают практически весь товар. Поэтому вы всегда можете узнать, сколько стоит молоко или сколько стоит такая тут лампочка. Так, ну, можно пройтись по порядку. Продукты питания – это Woolworths и Coals. Вы всегда можете посмотреть, сколько, где стоит. Есть у них там, ну, кстати, вот практически у всех магазинов есть акции. Акции настоящие. Ну, акции, в смысле, по скидкам и так далее. То есть это не тот случай, когда сначала подняли цену, потом там на 20%, потом сделали акцию на 10%. Нет, здесь реально может быть порядочная скидка. Если вы где-то что-то покупаете онлайн, то, скорее всего, вы окажете жертву регистрации, и вам будет приходить спам в виде их рекламных предложений. Вот у меня, например, JB Hi-Fi, Harvey Norman постоянно приходит, то у них регулярно идут распродажи техники либо по каким-то признакам, таким как определенные производители, либо по категориям. Причем скидки там к праздникам могут быть 15-20%, если какие-то сезонные вещи, там и 30% распродажи может быть. То есть это реальные скидки. Итак, как я уже сказал, продукты питания Woolworths Oaks. И там и там можно посмотреть цены. Более того, и там и там есть возможность, ну, для жителей не Австралии, это не совсем актуально, но все равно даже можно заказать с доставкой на дом. Так. Всякие строительные штуки, материалы и так далее. Барнингс. Ну, в принципе, неплохие цены. Многие говорят, что лучше найти сложные. Дальше. Харви Норман, JB Hi-Fi, это бытовая техника, электроника, смартфоны, телефоны, компьютеры, все такое прочее. Ну, последняя группа, там, где можно увидеть хорошо цены, нормально, это Big W, Kmart, это всякое. То есть, это начиная от подушек и заканчивая одеждой. Но зато вы можете дооценить, сколько будет стоить купить набор тарелок, например, после приезда, или там чайник электрический, ну, кастрюля, все что угодно, все это можно посмотреть. Поэтому, если вас интересуют цены на что-то, особенно если вы планируете уже ехать, чтобы вы понимаете, стоит с собой тащить любимую там сковородку или не стоит, вы можете всегда посмотреть, сколько это будет стоить здесь купить на месте. Ну, все. Мы уже почти приехали. Тут еще пару минут осталось. Так что, всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok